Проблема подготовки педагогических кадров все чаще и чаще возникает в повестке дня многих стран. Проходящий в Казанском федеральном форум по педообразованию наглядно это демонстрирует. Если в прошлом году форум собрал участников всего из шести стран мира, то уже в этом его география выросла до 22, а количество участников и вовсе перевалило отметку в шесть сотен. Этот вопрос затрагивает всех. Учителям кажется, что что-то неправильно делают чиновники и власть. Власти иногда кажется, что недорабатывают либо учителя, либо университеты, которые их готовят. В общем, вот этот форум, он ориентируется на то, что на площадках различных круглых столов обсуждается все проблемные моменты, которые существуют как внутри нашей страны, так и у наших партнеров, которые работают в различных уголках мира. На пресс-конференции много говорили и о трансляции опыта других стран на российскую систему подготовки учителей. Но участники форума не скрывают. Любой опыт требует детального обсуждения. И в то же время примеры эффективных моделей подготовки педагогических кадров есть и в России. Поэтому вот эта диверсификация переходов, когда человек может менять свои траектории, которые отрабатываются в Казанском федеральном университете, это во многих университетах мира есть такая практика. Но для России вот ваш опыт, опыт Казанского федерального, ну очень большой интерес. К слову, система подготовки учителей, разработанная Казанским федеральным, получила признание и Международного совета по конкурентоспособности. Эксперты совета признали, что проект «Учитель 21 века» отвечает всем вызовам современности. И при его успешной реализации российские школы получат бесценные кадры. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Университет.